Всем доброго времени суток и я сейчас нахожусь на острове Крит в городе Рецимна. Это наша вторая остановка и сейчас я выбралась погулять в старый город, поснимать, посмотреть на архитектуру. Мы вчера приехали поздно вечером, но успели выбраться покушать и проехали несколько достопримечательностей. Симпатичный городок, если сравнивать его с Ханью, то, конечно, он, как сказать, он свежеотстроенный, я бы так сказала. Здесь больше молодежи, здесь много различных маленьких кафешечек и вообще такое движение. Поэтому я бы не сказала, что это прям такой уж совсем традиционный греческий городок, но молодежи, если вы приедете отдыхать в Грецию, вам понравится. Сзади меня вот кораблики, я иду по дороге с пальмочками по обеим сторонам. Там у нас, я смотрю, есть небольшая площадь с какой-то, как каретой старой, сейчас вам покажу. Вот она площадь и вот она, как карета. Таким вот образом выглядит. И немножечко еще покажу вам панорамку из той точки, где я сейчас нахожусь. Деревянная дорожка с пальмами, лодочки. Вот там стоит корабль. Так. И маяк. То есть в Рецимна тоже есть маяк, как и в Ханье. Здесь у нас перс. Старый перс, видимо, потому что он заросший. И такой весь из камней. И вот здесь, если вам будет видно, старая пиратская шхуна. Ну, я не знаю, насколько она старая, но, по крайней мере, она туристическая, это точно. Летом можно прогуляться на таком кораблике. Хотя мой телефон сообщает мне, что сейчас вроде бы как 14 градусов тепла. Но на самом деле, по ощущениям, вообще ни разу не 14. В Ханье было еще тепло. Сейчас у нас немножечко испортилась погода. Передают дожди. Очень сильный ветер. Возможно, даже как-то и 14 градусов. Но за счет того, что настолько дует, я вам потом покажу поближе, насколько высокие волны поднимаются, то прямо холод пробивает до костей, несмотря на то, что у меня вот это вот теплое пальто зимнее. Я вообще мерзлючка, поэтому я знала, что я с собой беру. Оно на пухе и практически, ну, я не знаю, что должно быть, чтобы вот так вот холодно было. Но в Греции еще очень высокий уровень влажности, и поэтому еще за счет этого чувствуется вот этот вот холод настолько активно. А что еще хотела сказать? Сейчас проходила компанию, и они смотрели на меня большими-большими круглыми глазами, потому что я снимаю. Так вот, я стараюсь придерживаться в последнее время такого принципа, что свои интересы нужно ставить превыше интереса. Когда вот ты идешь, на тебя смотрят как-то криво, что ты снимаешь. И все, нужно всегда помнить, что этих людей ты, возможно, невозможно, практически с этой процентной вероятностью больше никогда не увидишь. А тебе интересно сделать видео, и свои интересы нужно ставить превыше, что ты хочешь это делать, а не только что я видел потом. Поэтому я стараюсь мотивироваться вот таким вот способом, и снимать, несмотря ни на что. Смотрят на меня, не смотрят на меня. Кстати, очень симпатичная такая набережная. Вот, можете посмотреть. И снимаю уже прямо до упора. Не знаю, насколько меня хватит с такими принципами. Конечно, все равно спущаешься, но я стараюсь себя переворвать. И кто бы там на меня не смотрел, не говорил, спи. Ну, не стой, стой, не стой, стой. Камеру круги и поехали. Покажу вам еще открывающуюся панорамку. Очень надеюсь, что меня будет слышно, потому что ветер дует, и когда ты садишься отсматривать то, что ты снял, монтировать видео, получается порой очень грустная печалька, как было в случае с Амаргосом, когда ветер так задувал в камеру, что было слышно все, что угодно, но кроме моего голоса. Так, ну и пойдем дальше. Так, сейчас я покажу вам очень интересный элемент дизайна. Ну, по крайней мере, такой я еще не встречала. Здесь вот прямо установлены две огромные коряги. Вот сзади виднеется маяк, а вот это вот, ну да, коряги. Возможно, когда-то это было прекрасное оливковое дерево, но прям для них сооружены целые металлические постаменты, причем один и другой они отличаются. В зависимости от размера и высоты коряги. То есть, ну, не знаю, современное искусство порой бывает мне непонятно. И сейчас я вам покажу улочку. Здесь очень и очень много кафетерий, где можно выпить кофе и полюбоваться морем. И несмотря на то, что сейчас зима, сейчас жуткий ветер, кафетерии эти заполнены практически до предела. То есть, возможно, здесь есть какой-то вуз, либо средне-техническое, образовательное учреждение большое, потому что по-другому это просто невозможно объяснить. Очень много молодежи, школьников, студентов. И все они сконцентрированы здесь. Так, и с этой стороны у нас прекрасное море. Прекрасное море и маяк. Я сейчас туда буду продвигаться, но волны двухметровые, вот серьезно. Если удастся запечатлеть без того, чтобы снесло и меня в море, то я это обязательно сделаю. А, да, кстати, вот только обратила внимание, такси в ретина белые. Если в Афинах они желтые, то здесь они вот беленькие. И вот, насколько я понимаю, это их новогоднее деревце. Вот прям здесь и стоит. Пляжик песочный. То есть, если вы будете отдыхать в Ритимно, то наткнуться на камни вам не грозит. И, насколько я читала, читала в путеводителе, эти пляжи получили даже голубую ленту из-за своей чистоты. Продолжаю вести репортаж из-под пальмы. Спряталась я от ветра, чтобы хоть что-то вы услышали. Сейчас я вам покажу маяк, к которому я подошла очень близко. И до мной открывается вот такая потрясающая панорама. Так. Там и здесь припаркованы небольшие лодочки. Попробую увеличить. Везде пальмы очень симпатичные. Но вообще чистенько. Вот серьезно, чистенько. Чистенько и очень много-много-много кафетерий. И вот он маяк. Вот я нашла еще одно потрясающее местечко. В плане, каком потрясающее? Закрытое от ветра и даже, возможно, что-то удастся поснимать. Здесь какой-то туристический объект, но летом. То есть здесь с нами вежливо прощаются и встретимся летом. И отсюда открывается просто потрясающий вид на маяк. Притом, маяк настолько близко, вот я сейчас снимаю безумно, без ничего, что даже глазами, невооруженным глазом, я могу видеть какие-то рельефные украшения маяка, вырезанные. Но для вас, наверное, я все-таки увеличу, чтобы это получше показать. Вот они резные, как картинки здесь. И, собственно, сам маяк. Ну, и греческие граффити даже на маяке умудрились нарисовать. Вышла я в спокойное местечко. Здесь такая, как бухточка. И ветер просто не шумит. Пока ветер не шумит. И есть возможность что-то для вас поснимать. Вот напротив меня здание венецианском стиле, похожее на те здания, которые я видела в Ханье. Считается, что город был застроен венецианцами в 1573 году. То есть это 16 век у нас. И поэтому имеет такой специфический венецианский стиль. Что, на мой взгляд, очень интересно, потому что прямо грец и прямо никуда не выезжая можно полюбоваться чем-то таким разительно отличающимся от того, чтобы пробовать какие-то здесь видеть. И вот туда уходят дорожки прямо старого города. Я обязательно туда пойду, но сейчас у меня еще есть несколько запланированных мне следований. И пойду я продвигаться к замку, по крайней мере, называют его замком. А вот это здание мне уже напоминает по стилю такой островной стиль, присущий, допустим, Миконушу, Сандорини, Амаргошу. То есть белое здание с голубыми ставнями. Но это скорее редкость, потому что вот именно характерный стиль для этого места это все-таки вот такие красные бордовые венецианские домики. Вот еще посмотрите на дизайн таверны. То есть здесь как такая сеть и морские гады. Ну, как они сейчас выглядят, то да, я бы их назвала морскими гадами. Но в свежем виде это, конечно, очень вкусные морские деликатесы. Так вот, на фоне того, что здесь не души, здесь вообще не души, я и моя камера. Собраны столики вообще, то есть вон валяются сети, все закрыто. То сдалека я вот эту вот всю картину приняла, ну, просто, я не знаю. Меня даже немножко испугало, как вот, знаете, мухи попадают в паутину, и они там умирают. Так и здесь прям вот живность попала в паутину, и до свидания. Жуткий немного дизайн таверны, я не знаю, хотя бы они их, почему они так выцвели, хотя бы они их покрасили, что ли. Потому что, ну, здесь не радостью попахивает, с коей должны ассоциироваться морские таверны, а каким-то таким смерть косой стоит за тобой. Вот. А так задумка, конечно, интересная, но если бы они были яркие, насыщенные сети, морские жители. Ребятки, ну, а теперь посмотрите на волны, про которые я рассказывала. Вон. То есть это насыпь, я не знаю, сколько она метров, но волна все равно проходит, и с такими вследками сейчас постою, подожду какую-нибудь большую, чтобы ее для вас заснять, и это даже немножко пугает. Прям такие гиганты. Так, ну, давайте какую-нибудь большую, хорошую. То есть море нам показывает всю свою мощь. Да, не слабо так. Вот так вот. Ладно, я пошла дальше. Надеюсь, что мне не сдует. А, посмотрите, как клево. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а я приближаюсь к замку, как подсказывает мне мой GPS, замку Портет. Надеюсь, правильно произнесла. Он стоит на небольшом возвышении, небольшом холме, и смотрит прямо на море. И здесь вот такая бутылочка с тавернами, которая по понятным причинам сейчас, по крайней мере, вот с этой стороны закрыта. Вообще, в Греции такой интересный стиль. Это можно увидеть во всех городах, когда основное здание таверны находится с одной стороны, потом проезжая часть, и непосредственно столики, где большинство посетителей, в принципе, то летом все сидят. И вот этот вот несчастный официант должен быстренько с переполненным блюдами, просто диском, перебежать сюда, и чтобы его еще никто не сбил. А летом, как вы понимаете, здесь такое активное движение. Опасное достаточно занятие, и периодически несколько случаев за сезон бывает, когда официантов немножко сбивают, скажем так. На лавочках здесь можно посидеть и полюбоваться морем, а можно вот спуститься прямо по лесенке. Так. Ну и, я не знаю, на сколько покупаться, но посидеть на камне вполне вероятно сезон. Волны просто потрясающие, невероятного красивого цвета, шикарного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова